Готовимся к 8 марта. Две мои девчонки, которые вообще не имеют понятия к цветам. Нет, ну имеют. Это наш фотограф и СММ-специалист. Они нам будут помогать на 7 и на 8 марта. И сегодня у них был курс молодого бойца. Правда, они уже распаковали. Сейчас еще раз будут запаковывать. Но тем не менее справились. Так что команда работает. Сегодня у меня выходной. День рождения. И я, в общем, катаюсь, отдыхаю, делаю то, что хочу. И мысли идут такие, что с каждым годом я становлюсь все мудрее и мудрее. И праздник 8 марта как бы, ну скажем так, не такой шок, как раньше был. Я понимаю, что сейчас мы уже готовы к 8 марта. Что уже много закуплено, много заказано. Остается только привезти это все. Ну и, конечно же, реализовать. Так что день рождения это еще один год опыта. Опыта работы в цветочном бизнесе. И не только. В общем, тем годом, который прошел у меня, я очень довольна, потому что он был очень-очень результативный. Значит, поставка... Да, правильно я понимаю, поставка сегодня либо завтра будет? Первая. Завтра, либо пускай завтра даже. Так. В общем случае. Так, и следующая? Следующая по графику, она должна быть вообще второго числа. Но, скорее всего, она будет, как всегда, с учетом задержки третьего-четвертого. Все, хорошо. Это я пока так говорю, просто должна предупредить, не факт, что так будет. Возможно, даже все будет обрис. Ну, просто имеем в виду. Все, спасибо, жду звоночка. Пожалуйста. Спасибо, пока, до свидания. День рождения, бизнес не останавливается. Директор понятия круглосуточные. Вот так. Ну что? Пришла пора на цветочках. А то на бумаге... На день, извини. Открываем, собираем. Поехали, девочки. Не, что ты делаешь? Я вот так хотела... Не, 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 не. Зачем ты их? А, первая ошибка. Да, люди... Ну, правильно, берешь, открываешь, да. Да. Люди должны видеть цветок, а не попут цветка. Да. Совсем мало осталось времени до 8 марта. Сегодня провожу собрание, вернее, проводит Евгений. Я буду только присутствовать на собрании. Ноября, будем решать рабочие вопросы. Ну и, конечно же, у девчонок, у всех, кроме Саши, 1-8 марта, будем говорить секретики. Не надо ему там 10 вытаскивать. Но я бы взяла вот этот вот. То есть уже указывайте на этот и уже распаковывайте, его крутите. Как же я кайфую, что обучение провожу не всегда я. Уже флористы, которые долго работают, учат молодежь собирать красивые букеты. То есть у меня всегда алкогольчик. А ты экраны не делаешь? Ну, не знаю, какой мне понравится, пусть я в процессе. Хорошо. Давайте, Ника молчит. Что хорошо? Ника сразу нашла контакт с клиентом, тоже улыбалась. Улыбалась, шутила, стояла рядом, поза была не закрыта, а всё супер. Так, ещё. Ну, хорошо по цветам ориентируются. Я, конечно, сказала, что если там женщина позитивная, она... Ну, как бы я думала, что она просто скажет, если человек позитивный, то тогда... Так вот, если человек там грустный, то просто она хорошо бы это понесла. Я начала говорить там про цветок, я уже не помню какой. Рассказывать, что вот сезон, там ещё вот это. Ну, чуть-чуть. Ну, и мне кажется, я тебя расположила немножко. Сейчас мы её послушаем. Подожди. Ещё что-то есть сказать? Нет. Саша, твои? Ну, во-первых, да, замкнутое положение. Во-вторых, продавец стоял за спиной покупателя. Мне некомфортно, мне дышит затылок. А я всегда так скажу, кстати, на своём месте даже не... Девочки, сейчас не оправдываемся. Везде всё есть. Находим места, которые хорошие, да? В-третьих. Я пришла, у меня там дурное настроение. Я плохой, в принципе, человек пессимистичный. Мне хочется, чтобы вы мне улыбнулись. Так, в ресурсе и в ресурсе. Потому что, если вы выползете отсюда мёртвыми, то мне это неинтересно. Я очень хочу, чтобы вы остались в ресурсе, чтобы у вас было хорошее настроение на 8 марта, на 7. Моя, да, это марафон, да, это тяжело. Но это можно будет. И целыми, Ника. Целыми. Всё будет хорошо. Играет шум.